Девушки отдыхают всем привет у нас очередной ремонт значит мы занялись очень большим делом душевую кабину в домике решили сделать тут уже ремонт и продолжается третий день полный с 8 до 8 бардак такой еще раз принялся аккумулятор старый дохли ничего не получается тут какой-то старый сын она тоже не горастно будет покупать тут новый который здесь был я поставил в машину 2 аккумулятор теперь будем заниматься очень подписанным делом все выкинул что лишняя тут надо будет сделать гидроизоляции тщательно не как клиентам на работе как для себя это в 10 раз лучше конечно шутка там чуть-чуть она протекала когда-то вода может где-то не знаю из бака что ли по краю она тут ушла что-то там подгнила но не сильно так слегка все нормально заделаем и вот поставить вот этот поддон надо здесь 70 на 70 сантиметров и вот длину как бы так он лезет а вот так нам чуть-чуть не лезет но я знал это но здесь по моему 68 с половиной вроде бы ширина я подрежу немножко там пара сантиметров подрежу здесь все потом сделаю возвышенность небольшую и поставим этот биотуилет по высоте это как дома чтоб удобно если влезет еще раковину в угол вот в этот угол сейчас поставим она была в этом угол ну и вот все в гидроизоляции должна быть потом панели такие на клеем пластиковые сделаем как бы помещение душевую на шагу уйда сам душ еще не повешу не успею вас попозже маш косе не ближе то вы еще колонку газу и купить просто хотя бы здесь уже мыться можно будет вот а до этого вот сейчас сейчас я эту иначе только сегодня после обеда а до этого я делал тут двое суток больше даже значит канализацию значит бочков больше не будет как с раньше ставили домик бочки по 20 литров в одной стороне бочок и здесь где на кухня бочок вот теперь не будет а там выход сделалась труп 32 диаметр здесь поставим сифон и подключу крану не знаю подключиться к этому пластиком не очень мне нравятся эти краны какие-то ну что поделать так а я сделал саму канализацию под низом домика как залезть вот я сделал из труб вот кому надо как ну как делать объяснение полный интернет для этого есть я просто покажу закрепил мощно она вообще не шевелится значит четыре трубы метровые но они чуть привязаны и потом тройники углы здесь вот слив будет здесь одеется значит шланг очень удобно чикодел как садовый шланг и вот открыл и слил в канализацию в нужные где вдоль дороги бывает или здесь же не туалет сливаешь а просто воду из душа из раковины с мылом шампуном в принципе чистая вода ну вот три трубы здесь потом там такая балка идет и за ней еще труба толстая а потом ответвление он туда пошло значит в душевую а здесь на кухню видно вот сейчас будет склей все высохло он будет удобно действительно она сзади чуть-чуть а кого-то видно вот чуть-чуть вместимость примерно посчитал очки такие рабочие все все отклеилось вместимость так четыре трубы это грубо по 10 литров но под 50 литров на она должна влезть 50 но плюс-минус там 45-55 где-то вот так 50 литров нужно влезть это достаточно хватает потому что у нас бак под скамеечкой 46 литров но в бак выливается и можно канализацию сливать заливать но бы хорошо бы здесь сделать еще бы там сбоку дырку чтобы заливать или сбоку или спереди где-нибудь такой сбоку лучи кран ну как отверстие и горловину как топливо заливаешь ладно это будущее все главное это душевую кабину а то прошлом году мы мылись между домиком и этим самым машиной останавливались остановились вот как машина стояла здесь впереди вот в этом месте мы здесь 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 вешали этот веревку какую-нибудь занавеску чтобы там спереди не видно ну и все когда жара 30 можно и на улице мыться удобно но не везде можно допустим бывает люди так что здесь сейчас будет очень удобно ну вот все будет герметично посмотрим что из этого получится но должно получиться квартиры получается что тут не показывал очень много работает нет времени было просто кучу всяких то ошибки и пробы всякие ошибки были переделывал говорю это канализация кажется то соединил соединил подвесил и все и что там полдня сделал два дня ну что кажется интернете насмотрелся да так не получается как там ну что каждый домик каждое место где будешь крепить какой-то ну по-своему там там где-то балка есть потом не лезет что-то вот так и мучайся ничего не тут лакомство кушать мясо это филе курица или или индейка он поешь что ты уже бросила ну что пошли дальше заниматься день уже завершается закат или я вот гидроизоляции сделал заклеил все щели такой материал гидроизоляции это пока один раз запущу второй раз вот почти на потолка здесь где дверь будет здесь не будет здесь будет занавеска от двери и занавеска отсюда ну здесь туалет и будет в этой стороне раковина отсюда уберем переносим сюда все-таки здесь поставим очень хорошо подходит здесь уж много места в принципе тут 70 на 68 перерезал немножко поддон валяется этот край перерезал я два сантиметра вот можно сказать что 70 на 70 совсем неплохо еще естественно место же здесь здесь как место почти метр получается здесь будет занавеска где-то в конце уже вот так и так таким полукругом как раз от двери защитит но остальные 10 швы углы все защищены сводит значит через гидроизоляцию не пройдет но отделка будет панели такие клеится панели пластиковые принципе они уже не пропускать воду сейчас вот вырежем дырку внизу новую дырку потому что старая там за стенками на вот гидроизоляции еще раз здесь пройдусь завтра второй раз пройдемся и купим сегодня что у нас кстати сегодня у нас уже не помню даже два пятница это 22 по моему число вот дырку сделаю завтра поездим здесь материалом купим ну и не знаю воскресенье может быть начну клеить так второй раз пройду воскресенье может начну может их закончим как пойдет рассмотрим еще много но это поставить так работы немного поддон и панели поклеить но потом начнется это все раковина трубы вот еще трубу не забыть провести надо пластику буду проводить этот как она называется много-много обыкновенную который гнущиеся эти 16 диаметры дома водит а то были и такие шланги всех температ шланги это ненадежно очень в чем тут черный непонятно что тут с ним было потом под поддоном еще прорветок зальет весь пол гниет так что лучше нормально сделаем как дома но цели нету сейчас резко подсоединить раковинам цель есть только пока душевую кабину сделать подготовить и поддон можно помыться тут и нагреть воду главное же место есть через месяц-другой уже сделаем остальное пока неплохо идет утро следующего дня часов пол девятого наверное солнышко красота мы еще говорим говорится еще раз прошлись гидроизоляции второй раз здесь заклеили материал такой прошлись теперь надо будет ехать в магазин за этими панелями посмотрим что там найдем выбора особого нету видел там несколько рисунков ну цветов это проснулась ну вот позавтракаем поедем за материалами будем ставить в ванной болею на суббота сегодня этот равна она равноденствие а мы пашем волки купили сегодня вот отделку на стене такая имитация типа плитки плитку клеить в домик нельзя вот тут несколько листов белый держит белая несколько и такая здесь пенопласт чтобы душевую этот поддон прикрепить для занавески такую главу ю саму занавесную короче это все завтра а вот этим стульям стол купили раскладывается конечно я тоже с вами согласен прохладный цвет что поделаешь другого неба нам нужен был именно такой маленький простенький они там которые высокий большой и еще 100 евро какой не нужен вот простенький за 15 евро купили нормально потому что у нас эти стульчики низенький не очень высокий если высокий стол купить неудобно будет сидеть за ним уже скоро 9 вечера я еще тут делах значит бардак как всегда значит так у нас уже стоит душевая вернее время настоять да не шевелится за счет того что я там прикрутил но еще придется скручивать этот вот края делать бортики везде чтобы она хорошо но ее приклеить к нищую этот поддон только тогда я прикручу и там еще клеем заделать это будут закручивать многим словом еще тут мелочь таки есть вот тут у нас такой домик ровный в кавычках здесь вот как бы ровно здесь щель на как строй завод вот эту как видите перерезал нормальным словом получилось здесь мы потолще сделаем там из пенопласта который был старый уменьшим и который новый купил чуть повыше она будет не очень тут высоко это значит я померю потом по высоте по стандарту сколько там не так должен стоять по моему не помню уже по моему 46 или сколько этому 42 вот так сделаем повыше посмотрим тут ниже или выше хорошо бы так бы получилось бы чтоб не видно было этих проводов на так и так ну конечно так и так но здесь может получиться сделать немножко вот так на 10 5 10 сантиметров вылеще потому что унитаз он не короткий он такой длинный он будет залазить на ванну мы посмотрим как тут у меня получится вот каждая мелочь отнимает просто немерено времени часы просто часы вот эту вот фигню чтобы прикрутить и снизу щас покажу два часа только идем с другой стороны на травка растет одним словом вот химичил участок вот здесь и вот этот до сюда два часа сегодня это с ума сойти можно тут пока я приспособил тут все нестандартно что-то думать одним словом как-то получилось вот так твердо держит нормально она здесь не упадет даже крепить не надо ничего мы посмотрим сифон нужен потому что я подумал что если будет так в бачок сливалась бы то может и не нужен он в бачок до в бачок запаха нет а когда будет стоять в этой самой канализации вода но все равно там день-два и появится запах такой на поэтому сифон нужен надо еще проверить тогда можешь каких не знаю послезавтра завтра этот поддон закончу все и может быть завтра может послезавтра начну клеить стены этой отделкой и там довольно не трудно наверное будет клеится я думаю что за день мы поклеим правда пара мест будет подгонять немножко рамец будет так что придется чуть-чуть подрезать низкосок ну посмотрим как наша площадка не развалилась еще вроде бы пойдет ну чтож надо убираться но и аккумулятор без покупать все-таки решили этот там литьевый не брать она у нас очень дорогой дорогой что так но 500 600 евро стоит 100 амперный ампер часов а я возьму простой такой для катеров яхт тоже там не боится разряда а попроще за 100 за 130 он будет и 125 со скидкой а если какие там по 300 ампер 200 ненужный хватит здесь один будет стоять 100 амперный у меня еще в машине 100 ампер на станете он фанерка за фанеркой все края от нее дело там навыщем можно несколько тут покрасить белый цвет чтобы это не бросал где-то за посмотрим получилось одни словом вот так может показываешь не помню на стоит аккумулятор такую коробочку сделала полочку еще это отличить инвертор он здесь будет стоять и еще здесь колонка суббулфер будет стоять до этих маленьких колонок и все вылезают инструменты такие все эти инструменты под сиденьем позже буду стоять подключиться у меня идет розетка выходит вот она уже окончательно сделана уже в прошлом году здесь прицеп освещение до прицепа а здесь розетка 220 вольт подается в ноги вот от той этого аккумулятора 220 мы будем получать 100 ампер часов и еще один поставлю здесь 100 это будет уже две стены и хватит и все потом солнечные батареи это не знаю девятом году или следующий на крышу ну и все и в принципе нам хватает мы с одним аккумулятором тут в прошлом году жили по моему два раза там 7 и 9 дней и принципе не заряжались хватило все тогда и и и и и и и и и вот и есть дыра пенопласт и у вас бы тоненький тоненькие такие не знаю я бы тут сантиметра полтора сделал и снизу и сверху все-таки пол воскресенье 715 утра мы уже на улице на своем рабочем месте вот как она все тут высохла больше отлично все углы проклеены и ты материалом специальным таким значит все хорошо будем сегодня заканчивается этот подон и вы начинать клеить отделку и дальше не забыть трубы провести запрессовать стройник работы тоже много сегодня надо начать хотя бы клеить что-то завтра чтобы закончить подсоединить на кухне кран но в душе пока не будет не будем ставить раковину тут еще надо все равно кран сломанный вот этот краник сместитель как он можно назвать научному вот он включается этой ручкой вот вода пускается и сразу выключатель вы включаете там электрический вот звук он тут сломался давно уже в прошлом году провода даже будет этот ломалась я пока не купил не знаю сколько в интернете видел вроде бы 20 евро стоит пока думаю не буду покупать может быть может быть куплю какой нормальный поставлю краны но надо еще тогда вопрос решить чтобы когда откручиваешь включался в это кнопка неудобно отдельно кран отдельно кнопку что-то неудобно подумать хотя еще сначала думали в душевой не будем ставить мало места мы потом смотрим мало места когда вот здесь стоит тогда мало места а когда там отлично как это производители не подумали и они вообще не планировали душевую сделать здесь свободно можно сделать у некоторых душевые даже еще меньше бывает у нас в принципе метр на 70 а другие делают об 60 не знаю 60 на 70 до 80 у нас почти метр на 70 довольно неплохая как у нас солдушка опять день прекрасный работать с можно полной силы спустя несколько часов вот так вот получилось провел трубу в таком чехле чтобы теплей что при нулевой температуры не замерзала бы в гофре провод сейчас будем клеить эту болею готовимся клеить таким клеем поле фикс брика понедельник ремонт продолжается что мы сегодня сделали сегодня почти ничего ну вот гидроизоляции покрыла значит вчера сделала уже пенопластом поднялась пенопласта тут фанеру не фанера у вас бы такую приклеил ничего не грустил все приклеил и сейчас и гидроизоляции вверх прошлись углы хотя сюда вода попадать не будет но все равно чтобы если где-то попадет так чтобы она там не гнило бы все сейчас начинаем клеить вчера не успели да и недавно было чтобы силикон высох было силиконом по краю прошлись сейчас наклеим идти как они панели еще раз силикончиком и все быть готова ну в принципе ница можно только надо будет раковину раковину составить и буду это попозже можете же вместе два когда не знаю у нас есть одна вот здесь и хватает попозже двух раз достаточно надо открыть вентиляция сохнет быстрее надо сейчас пока там подсыхает чтобы не испачкаться немножко прибрать этот бардак вот одну стенку поклеили вот как она выглядит выглядит ничего сейчас поставили сушить холодно просто воздухом обдуваем что быстрее сохла бы не высохла еще гидроизоляция там такого цвета потому что закончилась черная сейчас зеленая зеленая голубенькая по голубенькая по идее зеленая просто зеленый материал такой прозрачная голубенькая нет разницы то вот чтоб подсохла бы быстрее надо обдуть холодный воздух поможет может немножко тепло дать стиль будет тогда будем клеить опять потому что снизу надо удобнее всего начать вот еще придется за клеем ехать одно и тут и не хватит половина поклеим до 1 минимуме ли 2 даже что ты собралась уже купаться ну и как тут она нам взять ничего ничего вот этот угол уже сделали поедем заклеим наклей закончился на ехать магазин место завались купаться как раз хватает вместо едем в магазин ну вот были в городе вот купил аккумулятор 100 ампер часов каким пирог для яхт полностью можно разряжать заряжать так но мы на сегодня все не успели не успели то не успели вот сделали две стены потому что закончился клей пришлось ехать еще город там как всегда место еще не только клей еще разном барахла на купили потратили часа два уже сейчас вечер после 7 все я еще может гидрозавляции быстренько пройдусь второй раз вот это и и и завтра надо будет вот эту стенку и это еще они поменьше намного процентов 7 10 мы уже сделали наверное ничего может и выглядит может ничего купили часы сюда еще вот они такие маленькие будильник будильник не нужен а то в принципе здесь не часов пускай будут закончили мы сегодня всем что у нас уже вторник 20 уже запутался какой там день один словом закончили мы этого ванны душевую как она так вот так выглядит примерно вот в белом тут еще палочка подперта чтобы прилипло получи вот углы еще швы эти углу пройдет вита силиконом от цвет этих швов сереньких не серень коричневый такой чуть-чуть ну и вот мы сейчас будем эту занавеску делать таких труб из таких труб как-то надо будет закрепить так что вот так ну вот я и поставил это вот как сказать палочку крепления занавески вот а эти забыл крючки воде и так немножко раздвигаю как сказать может не сломаются не ломаются не ломаются и 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 не будет легкая занавеска вообще-то и там ее держать может если будет здесь сильно провисать допустим веревочку чтобы и тогда занавеска будет здесь часть ее задвигается сюда часть сюда и потом она как сводится ветку нам нет разницы либо в этом или в этом посмотрим где она не будет нам мешаться сейчас немножко повесим прикинем она что видите не будет мешать я сдвинул ее так сейчас занавески одену занавеску покерите мне пожалуйста спинку вот сделали ну нормально посмотрим изнутри место есть хватает очень многое даже место да ну отлично она не в натяжку а так свободно вообще место тут наверное на всем 10 на 7 реально а что он не будет он занимать классно ну вот сто летом вот поле стоит вот он немножко занимает место чуть-чуть вылеще вот если закрыться ну так вот сейчас мы стоим 70 ширина а 69 70 и почти метр длина там без пара сантиметров вот и все летит отлично ну вот и туалет унитаз даже не мешает ну сколько выпирает пять сантиметров только все это бежит как раз поддон вода все отлично а здесь все защищено здесь еще силикончиком пройдем вот такого цвета ну вот как вот этот цвет какой тут такой серенький коричневый чуть-чуть немножко видит прошла вверху нормально вот эти все щели забить и все хотя не страшно нам гидроизоляция сделано вообще не пробежит оцените душевая говорится кабина по заводу за вас изготовление завода не было а теперь есть и чё там делов много заняло реально где-то мне дни 6 но это с канализацией вместе но так за три дня здесь сделали не торопясь особо сейчас надо поставить на эту трубу заглушку потому что когда будет качать воду в раковину пойду вода чтобы здесь не бежала бы пока здесь не будем подсоединять раковину нет времени тут надо уже завтра еще машину буду ставить в ремонт и ехать надо потом ремонт и начнут с работа взяли как бы немножко отпуска пару недель вот какой бардак сейчас будем заниматься электричеством надо с машиной который этот провод электрический идет 220 надо как-то по-божески там сделать это так на скорую когда-то сделал через гофру пропустить чтобы где-то не замкнула бы уже 4 часа сегодня вторник все никакой день это 1 так 30 пятница 29 28 27 сегодня 27 июня ну вот это уже можно сказать хорошую неделю мы отдыхаем я все вожусь этим домиком вот надо еще брызговики поставить за резины она них вот такие отражатели но это если успею вот эти уровень поставить сзади приклеить где-то снаружи из и сбоку для того что когда дом выставляешь лапаете опускаю чтобы видеть насколько надо какую сторону поднимать и опускать чтобы ровно а то я тут с уровнем бегал со строительным домики все время так неудобно это это мелочь это если успеем сейчас главное чтобы иметь душ потому что все таки введем где-то может на три дня если жарко надо купаться мыться вот потом через месяц-два поставим газовую колонку не знаю где может в этом углу где-нибудь посмотрим какой она величины будет может здесь это но вообще непонятно пока как приедет будем думать ну и все потом немножко к осени уже ближе буду заниматься этим утеплением утеплителем и тем то чуть-чуть переделаю купил пару деталей она будет дуть она должна дуть здесь но здесь чтобы регулировать сбы надо сделать чтобы а то сейчас не регулируется она напрямик и дует и когда здесь много дует напрямик то в сторону идет здесь очень мало потому что все воздух идет там где легче как и вода поэтому надо здесь чтобы она регулировалась бы прикрутил в основном сюда опустить под стол там если выйти сделать на мало места очень и ванну ванна обязательно мы все но и так осень ближе можно делать солнечные батареи не знаю в этом году или следующем хотя вот аккумулятор есть можно и в этом купить купить не проблема не будет времени поставить то тоже оставить это не тоже не три часа придется несколько дней а тут осенью очень много работы так что не знали время будет и так тут вот всю неделю потратил а для дома для двора ничего не делаем то планы были большие там фундаментом дома делать утеплять на ноги даже изоляции а то только вот эту брусчатку положили как бы она без плана вообще не входило в планы никакие ну просто некуда домик держать здесь грязь было бы мы на этой маленькой площадке не влезаем две машины домик тут не влезаем надо разворачиваться пришлось срочно делать эту площадочку тоже заняло недели две где-то так так что любая работа очень много отнимать время очень много и время и сил любая мелочь может просто с ума свести мелочь там кажется 15 минут проводится два-три часа и мозг взрывается того что вы думаешь а что будет если серьезные работы делать вот так и отдаешь пол жизни на сон треть жизни пол жизни на работы всякие для себя а живешь то не более пяти процентов ну живешь имею до отдыхаешь не более пяти остановимся трудиться но это и есть жизнь в трудах как говорится время она и так и так быстро пробежит будешь ты работать или не будешь только разница в одном если не будешь работать то потом будет жалеть что прошла жизнь и ничего не сделал ничего не достиг и нечему нечему порадоваться мне кажется человек больше всего радуется все равно когда сам своими руками что-то делает чем покупает я заметил по себе если что-то я сделаю это бывает эта радость просто недель стоит месяц радуйся через год радуйся через десять лет а когда купишь купил через пять минут уже вещи не нравится что там купил если денег есть вообще проблем нет никакой а вот сделала и радуйся вот а если как говорится в трудах будешь жить то же время быстро проходит это может еще быстрее надо то есть что вспомнить и что-то можешь оставить для других так что человек доказывает свою состоятельность наверное только в делах вот так доброе утро сегодня 30 июня пятница вот закончили мы этот душевую кабину вот она так выглядит есть и постелили коврик чтобы помягче чтобы там не царапалась бы ничего но когда мы все так наверно будем выбирать значит занавеска будет вот душ повесил повесил тут вот он от аккумулятора можно подключать значит придумал такую вещь временно чтобы мыться сейчас покажу как постелили коврик пока потом посмотрим может какой такой не промыкающий материала а может если не будет мокнуть и коврик это доставим поглядим пока без раковины нет времени и пока ни к чему у нас есть одна так что здесь надо еще купить не знали успеем машина в ремонте стоит сегодня еще уже третий день не сделали надо это купить который вешать за душ чтобы мыться удобнее чтоб руках не держать на будем мыться так значит я вот такую нашел канистру вот откручу ее значит наливаю там воды немножко сколько там допустим там 5 литров какие сколько надо холодный и горячий такой примитивный способ во внутрь кладу вот этот насос вот он насос отключаю аккумулятору 12 вольт вот маленький аккумулятор одним словом где ему станут в душе ставы ставится поставить чтобы не смог бы не залить водой его плюс-минус на плюс-минус включаешь и вода бежит но примитивный пока способ но как бы нам на большее время сейчас нет прибираемся уже немножко холодильник включил уже больше суток назад работает до работаете уменьшил немножко тут не максимум нормально все работает газа мало берет пусть работ скоро поедем уже не знаю завтра может в субботу посмотрим как машина сделает купили столик да видели вы мы все сложили упаковались так более-менее тут немножко порядок навел с электричеством этим надо еще подсоединить аккумулятор 220 приходит через предохранитель так более-менее привел в порядок божески он провел розетку чтобы не надо удлинительно лазить туда 220 вольт до компьютера ну и все тут еще такого еще поредковал провода потом вот это я уже поеду заедет провел аккуратно провод вот этот все вот так уже аккуратно чтобы он не болтался бы там под нищу через дырку вылазит в салон а то было тут через багажник как-то замотанный на скорую руку сейчас все аккуратно ну и все по наклеил такие для уровня удобные штуки чтобы не бегать домой с этим строительным уровнем где-то там еще один вот и еще сзади один когда выставляешь лапы вот видно очень хорошо ровненько он стоит или нет ну и сейчас надо порядок навести более-менее и все будем готовиться двигаться и рэй 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 вот и все порядок уже сделанный стол поставить ну тут две секунды поставить его уже ковер заслан домик готов еще одна вещь покажу что сделал брызговички стоят как они тут у нас ну нормально ну и все готовы к отъезду машину не могут делать сервис такой не знаю по наберут машин все разберу все машины и потом они стоят разобранные ты не можешь отказаться от ремонта здесь забрать ее я не тянут время вот так это специально делается чтобы больше машин набрать больше туда не поеду я уже второй раз они уже меня подвели я всегда ну думаю так как японцы вот японии вроде бы есть ну люди говорят так если допустим что-то сделал неправильно кого-то там обманул и что-то то это случайность и один раз если второй раз эта система вот и я так думаю если второй раз они что-то опять сделали вот обманули там специально тянут не делают машину но это то есть система значит ничего к ним ездить пусть сидят без работы сейчас они могут смеяться говорится радоваться тут у нас есть работа но когда многие так не поедут тогда начнут плакать вот а мы ну что мы ждем машину и и готовимся к отъезду съездим отдохнуть на три дня потом сумасшедшая работа начнется все тогда на этом пока а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok